Добрый вечер! О главных событиях уходящего дня рассказывают корреспонденты агентства Хабар в студии Батаго Саркулова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Ночные беспорядки в МВД прокомментировали факты нарушения общественного порядка в Алматы. Опасные экскурсии в Уральске начали штрафовать владельцев катамаранов. Ждать осталось недолго, как в регионах готовятся к открытию туристического сезона. В адрес Хасамжумарта Тукаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю избрания президентом Республики Казахстан. Поздравил его и восьмой генеральный секретарь ООН, почетный председатель Института глобального взаимодействия Пан Гимун. Об этом сообщается на сайте Аккорды. В послании выражена уверенность в том, что опыт работы Тукаева в качестве генерального директора отделения ООН в Женеве и способность формировать консенсус среди различных заинтересованных сторон приведут государство к процветанию. В данное время Казахстан является одной из уникальных стран, демонстрирующих устойчивое развитие и инклюзивный рост. Я полагаю, что ваше глубокое понимание дипломатии будет способствовать государственному строительству и социально-экономическому прогрессу в вашей стране. Пользуясь случаем, хотел бы в ближайшем будущем продолжить наши совместные усилия и сотрудничества в целях построения светлого будущего в мире. Снизить цены на продукты питания, особенно социально значимые, сегодня поручил премьер-министр страны. Повышение стоимости продуктовой корзины возможно из-за небольшой инфляции в отдельных регионах, в Тараусской и Мангостаусской областях, в столице и Шенкенте. Подорожание в основном связано с повышением цен на сельхозтовары. Однако сейчас рынок насыщен свежими овощами и фруктами, а значит они должны стать дешевле. В целом по стране ситуация с ценами остается стабильной. Глава Кабмина также особо подчеркнул необходимость уделить внимание повышению благосостояния населения, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Наша общая задача – обеспечить полную реализацию предвыборной программы главы государства. В ее основе лежит повышение доходов и качества жизни населения через устойчивое развитие экономики, инфраструктуры, обеспечение доступного жилья, образования и здравоохранения. Ключевой вопрос для нас – создание новых рабочих мест. Его решение напрямую зависит от открытия новых производств, что невозможно сделать без привлечения инвестиций. Инфляция в мае составила 0,6%, а годовой показатель повысился до 5,3%. Об этом сегодня на заседании Кабмина сообщил глава Нацбанка. По его словам, курс деньги формировался под влиянием мирового рынка нефти. Цена на черное золото колебалась от 60 до 63 долларов. Важным фактором укрепления нацвалюты стало увеличение с начала года экспорта почти на 10%, что в сумме больше 14 миллиардов долларов. Импортировал Казахстан товаров на сумму вдвое меньше. Другим темам. В Алматы сегодня утром искали взрывные устройства в нескольких зданиях. Стражам порядка поступили сообщения о якобы заложенных бомбах, в том числе в районных и городских судах. Параллельно в социальных сетях распространялся видеоролик, в котором автор говорит об оцеплении Медеевского районного суда. Как позже прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, людей действительно пришлось экстренно эвакуировать. Территория была оцеплена. Однако выяснилось, что сообщения были ложными. Суды продолжили работу в штатном режиме. В МВД сегодня прокомментировали факты нарушения общественного порядка в Алматы. Вчера примерно в 6 вечера в микрорайоне Алгабас перед театром Алла-Тау собралась группа людей. Все подробности у моей коллеги Гульбану Жумабай. Это кадры из камер видеонаблюдения. На них видно, как люди на автомобилях блокируют движение, создавая аварийные ситуации. Место действия – Толюби Абая. Улицы парализованы. Очевидцы говорят, нарушители были в алкогольном опьянении, вели себя агрессивно, громко кричали. В МВД инцидент уже назвали незаконным митингом. Любые собрания, демонстрации, митинги, их порядок, место и организация четко определены законодательством Республики Казахстан. В данном случае вчера группа лиц, в числе которых проходился и Ренат Заитов, о котором вы сейчас говорите, собрались в районе Алматы-Арена. С точки зрения закона организовали незаконную демонстрацию или митинг. За ночь в полицию поступило больше тысяч обращений от горожан. Алматинцы были напуганы. Участники незаконных акций каких-то конкретных требований не озвучивали. Зато успели совершить несколько уголовных преступлений. В беспорядках пострадали сотрудники полиции. Одного из них, участник незаконной акции, сбил на автомобиле. Сейчас пострадавший находится в больнице. Еще несколько нетрезвых людей закидали служебный автомобиль ДВД камнями. Нарушители были задержаны. Местными исполнительными органами в лице сотрудников Акимата было внесено предупреждение о том, что ими нарушается порядок проведения этих акций. Прокуратура об этой ситуации была разъяснена. Однако они не желали прекращать. В связи с чем? Для проведения, еще раз говорю, разъяснительной работы, для объяснения четкого понимания требований законодательства данные лица были задержаны и доставлены в подразделение органов внутренних дел. По данным местных властей, ситуация в Алматы находится под контролем. Меры по обеспечению безопасности на улицах приняты. В МВД заявили, нарушение общественного порядка полиция не допустит. А любые противоправные действия, связанные в том числе с угрозой жизни и безопасности граждан, будут пресекаться в строгом соответствии с законом. Гульбан Нажмабай, Марк Брюшко. Итоги дня. Оставшийся без присмотра двухлетний ребенок выпал из окна пятиэтажки в Петропавловске. Трагедия произошла сегодня в половине первого дня. По информации Управления здравоохранения, прибывшие на место ЧП медики экстренно госпитализировали малыша в крайне тяжелом состоянии в детскую областную больницу с серьезными повреждениями головного мозга. Спасти мальчика не удалось. Как рассказали соседи, ребенок был из многодетной благополучной семьи. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели малыша проводится досудебное расследование. Это первый случай за последние годы по городу Петропавловск. Вообще по области с трагическими последствиями. Но до этого был факт. Прохожий обнаружил, что на пятом этаже ребенок стоит у окна. И поэтому позвонил нам. Оперативно выехали наши спасатели. И своевременно оказали помощь и спасли ребенка. Продолжаем выпуск. В Уральске начали штрафовать владельцев катамаранов, не соблюдающих правила безопасности. Только с начала месяца транспортные инспекторы завели 13 административных дел. Бизнесмены заплатили почти 57 тысяч тенге штрафов за перегруз и отсутствие спасательных жилетов. Подробности у Осели Русалеевой. Вот так беспечно с катамарана в воду, посреди реки, прямо на наших глазах. Назад девушка взобралась с трудом. Благо, что на любительнице ярких ощущений был спасательный жилет. Иначе закончиться все могло бы трагедией. Порой в погоне за экстримом горожане не задумываются даже о безопасности своих детей. Почему? Потому что дети хотят экстрима легкого. Большая скорость, но безопасная. Безопасно, потому что когда она была маленькая, я была, наверное, 6 месяцев, мы катались с днем. В этом городском парке такие услуги оказывают 5 бизнесменов. Конкуренция большая. Да и спрос немаленький. Речной трамвайчик нередко можно встретить перегруженным пассажирами. Похожи деньги для предпринимателей важнее правил безопасности. Попросили побыстрее прокатить по времени, опаздывали. Я их быстро посадил, а сам всем одел, а себе забыл жилет и вот уехал. Минимальный штраф за нарушение порядка 13 тысяч тенге. Но за всеми предпринимателями транспортные инспекторы уследить просто не в силах. На западе страны зарегистрировано 406 единиц маломерных судов, не считая катамаранов, весельных и надувных лодок. Они не подлежат регистрации. Проблема в том, что у нас, как сказать, очень мало в отделе, два человека всего на всю область, западно-казахстанскую область. У нас, вы знаете, что водовьевых очень много. Кроме этого парка есть у нас карьер, где люди тоже купают, где много народ собирается. Также река Урал, все водохранилищи, везде есть водный транспорт. А еще из 67 зон отдыха, официально зарегистрированных при Урале, ни одна не благоустроена должным образом. В Уральске нет ни одного коммунального пляжа, оборудованного по всем правилам безопасности, где горожане могли бы отдыхать бесплатно. Статистика погибших на воде растет. С начала купального сезона в области утонули 12 человек, трое из них дети. Все трагедии произошли на стихийных местах отдыха. Асид Русалиева, Руслан Газезов, Канат Махмудов. Итоги дня. Уральск. Казахстанцы в прошлом году потратили на отдых внутри страны почти 257 миллиардов тенге. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 32%. Согласно статистике, дороже всего туристам обошелся проезд почти 56 миллиардов тенге. На питание путешественники потратили 49,5 миллиардов. На 7 миллиардов меньше обошлось проживание. Немало казахстанцев потратили и на шоппинг. В местных магазинах одежды они оставили почти 40 миллиардов тенге. В два раза меньше бюджет на сувениры. Оздоровительные процедуры обошлись соотечественникам в 14 миллиардов тенге. Пока же на отечественных курортах полным ходом готовятся принимать туристов. Причем не только казахстанских. На севере страны Вамонтауско-Шалкарской курортной зоне строят современные объекты туризма. Отдыхающим обещают максимально комфортные условия. Привлекаются при этом и частные инвестиции. Нургуль Ахметова увидела, как преображается курорт. Чистая прозрачная вода и живописные пейзажи озера Шалкар своей красотой привлекают не только казахстанцев, но и россиян. Скоро здесь официально откроют туристический сезон. Для желающих отдохнуть на территории курортной зоны строят новые базы отдыха. Вот здесь вот у нас домики, которые здесь все в них есть полностью. Холодильник, электроплиты, посуда. Александр Воронов – фермер в селе Шалкар. У него небольшое хозяйство. В этом году его семья решила заняться туристическим бизнесом. Они построили современную базу отдыха. Одними из первых места здесь забронировали жители Германии. А в этом санатории на берегу озера Шалкар решили окончательно распрощаться с пережитками прошлого. Началась реконструкция, в которую инвесторы вкладывают 1 миллиард тенге. После капитального ремонта здесь смогут отдыхать до 200 человек. Здесь только голые стены остаются, как вы сами видите. В дальнейшем будем помнить восстановление всей системы. Имантауско-Шалкарская зона входит в топ-10 лучших курортов страны. Ежегодно здесь отдыхают около 40 тысяч туристов, среди которых много иностранцев. В Шалкарской Имантауско-Курортной зоне работает 38 туристических баз. В прошлом году на 411 миллионов тенге реализовали 10 проектов, в этом году 7 проектов будет реализовано. В Айртаусском районе в этом году отремонтируют около 140 километров автодорог. На это из бюджета выделено 3,5 миллиарда тенге. Планируется строительство музея батайской культуры и развитие этнотуризма. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев. Итоги дня. Североказахстанская область. Урочище Ахбаор на востоке республики преподнесло новые сюрпризы. На территории древнего памятника, который называют казахстанским Стоунхенджем, найдено новое захоронение. Сенсационную находку обнаружила команда мэтра отечественной археологии Зинола Самашева. Каменные зернотерки, точильные устройства, кости домашних животных – все свидетельствует о том, что саки вели не только кочевой, но и оседлый образ жизни. И это противоречит общепринятым данным и вызывает еще больше вопросов, требующих проведения тщательных исследований, отмечают эксперты. Возможно, под землей скрываются еще несколько поселений, считают ученые Казахстана и России. Они уже работают на раскопках. Скоро к ним присоединятся коллеги из Турции и Азербайджана. А пока найденные артефакты отправят в лаборатории для комплексного анализа. На первом слое мы наткнулись на многочисленные артефакты, тысячи обломков керамических посудов и характерных только для поселений. То есть это жили люди стационарно. Это оказалось поселением самого финала бронзового века и начала раннего железного века, того, что не хватало нам. В Павлодарской области археологи начали приводить в порядок древние объекты при Иртышье. Готовятся к наплыву туристов. Пока же открытие сезона задерживается. Погода в регионе дождливая. Впрочем, как убедился наш корреспондент Салауа Тимир Булатулла, в этом есть и свои плюсы. Над озером Морал-Д, воспетанным в легендарной песне знаменитого окна Естая Бевкинбаева, пока кружат тучи. Но скоро, обещают синоптики, погода прояснится. Тогда к источнику целебных грязей караванами потянутся машины с отечественными и иностранными туристами. Осталось две недели. И вот мы стараемся, чтобы быстро закончить работу. Любят сюда приезжать и россияне. А все потому, что местные грязи обладают уникальными лечебными свойствами. Вход на территорию зоны отдыха обойдется в 700 тенгена человека. Количество туристов было 35 тысяч человек. Уже в 2018 году количество увеличилось до 60 тысяч человек. В этом году мы также ожидаем еще большее количество туристов. Вовсю готовятся к приему туристов и в Баянауле, причем не только предприниматели. Недавно на озере Турай-Гыр высадился большой десант археологов. Они не только приводят в порядок древние объекты, такие как курган с усами. Здесь использовались особенные технологии древности по обработке камня. Но и сами устраивают познавательные экскурсии. Курган с усами, усы они служили в качестве обсерватории. По ним люди изучали месяца движения планет. Настоящая загадка, как вообще люди без компьютера, без каких-то новых технологий изучали и погоду узнавали. Когда-то, в далекие времена, весь этот памятник, который с подачи журналистов прозвали Байнаульским Стоунхеджем, окружали огромные каменные балбалы. До наших дней их сохранилось всего три. Изваяние уничтожили еще в середине прошлого века. Люди использовали их как строительные материалы. Сейчас же туристы, приезжая на этот археологический комплекс, оставляют монеты у основания древних памятников, просят прощения и загадывают желания. Большая работа началась и на местах Зимова, где родились и выросли такие гении, как поэт Султан Махмуд Торайгоров и кинорежиссер Шакин Айманов. Зимовка представлена остатками фундамента из необработанного камня. Здесь мы планируем провести музеификацию, установить информационные щиты и превратить данный объект в один из интереснейших туристических маршрутов. Баянаул, соленые озера с лечебными грязями, пойма и ртуша в Павлодарской области немало мест, которые привлекают внимание потенциальных туристов. Но по-настоящему бизнес в этой сфере с цивилизованным подходом, реальными ценами и высоким качеством услуг пока в регионе только-только развивается. Делать прогнозы на то, сколько туристов посетит эти места, пока рано. Сейчас главное дождаться прояснения погоды. Салават Тимир Балатулы и Марат Иглика. В итоге дня Павлодарская область. Гигантские зонты установят в Туркестане рядом с мавзолеем Ходжа Ахмета Ясауи. Они создадут тень для жителей и гостей города. Высота каждой конструкции составит от 12 до 20 метров. Они будут открываться рано утром и складываться с наступлением темноты. Авторы идей – молодые госслужащие, участники проекта «Фабрика идей». Это площадка, где чиновники, предприниматели и местные жители предлагают, обсуждают и обмениваются креативными разработками. К слову, конструкции в виде зонтов украшают города Объединенных Арабских Эмиратов. Особенность этих зонтов в чем? Защищают людей от солнечных лучей. Это первое. Второе – это есть вентиляционная. Мы рассматриваем конструкцию установки вентиляционного. То есть охлаждение – это распылитель воды будет. То есть как мини-фонтанчики, на людей будет распыляться вода. То есть тем самым будет охлаждаться человек, находясь под зонтом. Ну и, конечно, мы рассматривали в проекте, чтобы была Wi-Fi-free зона. То есть на сегодняшний день это актуально, так как приезжают молодежь в Туркестане. Извержение вулкана Синабунг произошло на острове Суматра в Индонезии. В регионе объявлен красный уровень опасности. С начала года это не первый подобный случай. Выбросы пепла были зарегистрированы дважды – в апреле и мае. До этого вулкан спал 400 лет, а проснулся в 2010-м. С тех пор Синабунг периодически пугает местных жителей и туристов взрывными извержениями. Индонезия по вулканической активности занимает второе место в мире после Японии. На основном государстве 78 действующих вулканов. Мюнхене прошел малый курултай казахов, на который съехались представители диаспоры почти со всей Европы. Концерт, бизнес-форум и спортивные состязания гостей ждала насыщенная программа. Мероприятие было организовано фондом МОТАНДАСТАР и Всемирной ассоциацией казахов при поддержке Министерства информации и общественного развития. Тему продолжит Тимур Казагулов. Сегодня за пределами исторической родины, больше чем в 40 странах, живут почти 8 миллионов этнических казахов. 3000 из них обосновались в Германии, в Мюнхене, за одним столом главы казахских объединений Европы. Обсудили актуальные вопросы, совместные проекты и возможности расширения сотрудничества. Одной из главных тем курултая стала карта казаха. Особое удостоверение, которое позволит представителям диаспоры иметь большую связь с Казахстаном. К примеру, вести бизнес, беспрепятственно приезжать и не только. Сейчас, чтобы помочь казахам, проживающим за границей и вернувшимся на родину, разрабатывается государственная программа. Согласно ей, этнические казахи смогут посещать Казахстан в любое время, учиться здесь, получать медицинскую помощь, официально работать. Но у них будут практически те же права, что у граждан, но им нельзя будет принимать участие в выборах и самим избираться. Беспокоит наших братьев и судьба казахского языка. Если старшее поколение еще помнит родную речь, то дети уже ей не владеют. Поэтому руководители диаспор в Европе и фонд Оттандастар договорились о запуске образовательных программ по изучению родного языка, в том числе и онлайн-курсов. Мы первое поколение казахов, родившихся уже в Турции. Наших родителей уже нет живых. Мы сами в возрасте и сейчас все больше задумываемся о судьбе наших внуков. Что с ними будет? Они живут в чужой стране, в Англии. Мы хотим, чтобы они сохранили родной язык и культуру. По инициативе Ельбасы был создан фонд Оттандастар. Мы в частности обговорили эту тему. Они пообещали помочь с материалами для изучения казахского языка. Мы собираемся посетить Казахстан. В нашей группе как дети, так и взрослые. Мы едем, чтобы подучить казахский язык. После этой поездки мы и сами сможем учить других. А наши дети возьмут уроки казахского впервые. И в целом многие поедут на свою историческую родину в первый раз. Также запланировано, что к нам приедут преподаватели из университета имени Шакарима. Я очень счастлив, что мы начали сотрудничество с фондом Оттандастар. Также в рамках Малого Курултая состоялось подписание восьми меморандумов между фондом Оттандастар и казахскими культурными центрами, которые расположены в Австрии, Германии, Швеции, Франции, Великобритании и Люксембурге. А это, как ожидается, сплотит всех казахов, проживающих в разных странах мира, под единым брендом «Хазакуи». Тимур Казагулов, Шалпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия. Итоги дня. Столетнюю летопись уникальных материалов Алла Шурдинцев презентовали в столице. В пятитомник вошли публикации из первого выпуска нынешней газеты «Егемен Казахстан». С 20-х годов прошлого столетия издание выходило под восемью разными названиями. В этом году отмечается столетний юбилей. В книге вошли статьи, раскрывающие реальную картину политической и социальной жизни казахского народа. За острые и проблемные материалы в те годы многие руководители и сотрудники газеты были репрессированы. Вышедшие в прошлом веке газетные материалы мы собрали в пятитомном сборнике в электронном варианте. Это архивы газетных статей на самые острые темы. Все то, что волновало людей. Например, проблемы языка и многие другие. Каким будет гражданское общество Центральной Азии через пять лет? На этот вопрос сегодня пытались ответить в Алматы лидеры гражданских инициатив из 20 стран мира. Там проходит международная конференция «Взгляд в будущее». Представители разных поколений встретились для обмена опытом в реализации инновационных проектов, которые влияют на гражданскую позицию и самосознание людей. Участники отметили, что многие решения неправительственных организаций значительно улучшают качество жизни, так как НПО ближе к людям и предлагают широкий спектр социальных проектов. Мы объявляли конкурс на интересные проекты, который назывался «Amazing people». Какие люди? На самом деле активисты гражданского общества делают добрые дела, но они не умеют рассказывать или писать о своих делах. Поэтому этот конкурс состоялся. Мы получили более 80 заявок, было онлайн-голосование, более 6 тысяч участников из Центральной Азии, разных людей проголосовали и будут завтра объявлены победители этого конкурса. В Восточно-Казахстанской области созданы благоприятные условия для развития технических специальностей. В регионе принята специальная программа, направленная на улучшение профессионального образования. В ближайшие три года в десяти колледжах области планируют обновить материально-техническую базу. Колледж транспорта «Семия», который сегодня отмечает свое 90-летие, стал одним из них. Сегодня колледж транспорта «Семия» считается самым старым учебным заведением в городе. За 90 лет его окончили больше 20 тысяч специалистов. Сегодня на торжественной линейке ветераны-педагоги вспоминали заслуги многих из них. Наш колледж ежегодно получал по 100-120 грантов. В этом году мы увеличили этот показатель и дополнительно получили еще 280 грантов. Сегодня государство оказывает большую поддержку в предоставлении дополнительного образования. Думаю, наш колледж будет и впредь стремиться к лучшему. В этом году на укрепление материально-технической базы колледжа из областного бюджета выделили 25 миллионов тенге. До конца года запланировано еще 100 миллионов. Эти средства пойдут на ремонт общежития и учебного корпуса. В рамках года молодежи учреждениям образования уделяется большое внимание. Руководство области для реализации новых реформ разработало программу, которая направлена на укрепление материально-технической базы учебных заведений. Она предназначена для повышения конкурентноспособности между колледжами области. Программа будет реализована в 10 учебных заведениях региона. Торжественное мероприятие по случаю юбилея колледжа продолжилось в театре имени Абая. Поздравили учебное заведение с днем рождения выпускники, партнеры и ветераны. Асим Утешева, Берег Жубалая Улы. Итоги дня семей. В эти минуты сборная Казахстана проводит матч против команды из Сан-Марина в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Игра проходит на стадионе «Астана-Арена». До окончания матча остаются считанные минуты. Счет на данный момент 3-0 в пользу казахстанских футболистов. Голы в ворота соперника забили Исламбек Куат, Максим Федин и Гафуржан Суимбаев. К слову, гости считаются аутсайдерами турнира. Впрочем, для нашей национальной сборной это принципиальное противостояние. Потеря очков в этом матче может дорогого стоить в масштабах всего отборочного турнира. И на этом у нас все. Напомню, все наши новости доступны на нашем сайте habar.kz. Всего доброго и до свидания.